Да, чуваки, я побывал в Лос-Анджелесе, был на Аллее Славы, у знака Голливуд, на Венис-Бич, другие достопримечательности посмотрел, но я думаю, вы прекрасно знаете, что о них я вам рассказывать не буду, а буду показывать изнанку, и тоже, не изнанку в духе, а вы знали, что там есть бомжи, представляете, там так много бомжей, и там правда много бомжей. Мне интересно показать вам обратную сторону этого калифорнийского лайфстайла, про который снято столько фильмов, написано столько песен, и ответить на вопрос, что же на самом деле значит калифорникейшн. Здрасте, вы на канале Сейна. Удивительное свойство Лос-Анджелеса, начинаешь задумываться, а так ли реально плохо живется бомжам? Вот я сейчас, сори, я не могу до конца глаза открыть, мне возле Нью-Йорка слишком ярко, но вот там вот, короче, лежит чувак, окруженный чайками, и вот он возьмет, проснется, а у него океан, пальмы, птицы летают, вон самолетик, никакой работы, никакого заеба. Подписывайтесь на Бусти, товарищ. Мне кажется, то, что я вам сейчас покажу, можно найти только в Лос-Анджелесе. Как вам встроенная в лавочку реклама Rip'n'Dip о изготовлении кастомных грилзов? Сдается мне, что суть этой рекламы даже не в самих грилзах и их изготовлении, а в том, чтобы вызвать у того, кто видит эту рекламу, мысль, что происходит у них в магазине, раз они такое рекламируют. И знаете, даже сам факт, что я сейчас с вами это обсуждаю, говорит о том, насколько у Rip'n'Dip грамотные маркетологи. И трудно переоценить востребованность хороших маркетологов в современном мире. Сейчас можно найти вакансии с окладом до 200 тысяч рублей для опытных менеджеров, а новички спокойно могут рассчитывать на зарплату в 50 тысяч рублей в России. Если вас тоже привлекает креативная сфера, то научиться задавать тренды и делать желанным то, о чем еще вчера никто не знал, можно с нуля на курсе интернет-маркетолог Академии Маркетинга МАЭД. Уникальность в том, что они сотрудничают с Нидерландским институтом маркетинга, и по окончанию обучения у вас будет возможность получить международный диплом. Лекции на курсе ведут лидеры рынка, люди, которые много лет работали в крупных компаниях, поэтому вы сразу попадаете в крутое комьюнити и начинаете формировать связи с рынком. А главный автор, Андрей Гавриков, один из отцов российского маркетинга. Программа подходит как для новичков, которые хотят сменить нелюбимую работу на интересные проекты, так и для опытных маркетологов, которые хотят расти в карьере. Особенно ценно, что вы будете учиться на реальных проектах компаний-партнеров, которые потом сможете добавить себе в портфолио, ведь именно портфолио это визитная карточка любого специалиста. По промокоду SEIN вы получите скидку в 45%, так что не теряйте время, переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, получите по-настоящему актуальные навыки и работайте с любимыми брендами. Возвращаемся к ролику. Начнем сразу с козырей. Что такое калифорникейшн? Если вы забьете этот запрос в гугл, вам выдаст два варианта. Первый это объяснение названия песни Red Hot Chili Peppers, где калифорникейшн значит заблуждение. Вот эта вот позолоченная обертка Калифорнии, которая привлекает всех по фильмам, сериалам, фоточкам. Ну и действительно грех в Калифорнию съездить и не привести вот таких вот фотографий, вот таких фотографий. И под этой позолоченной оберткой скрывается самое разное зло, как минимум потому, что очень серьезная доля самых богатых людей Америки живут именно в Калифорнии. Для полного понимания именно трека могу порекомендовать ролик с канала Вот это английский, где прям до каждого слова чувак докопался и перевелся в мельчайших подробностях. Всем рекомендую посмотреть. Второе же объяснение в гугле будет калифорникейшн в смысле бесконтрольное освоение территорий. И действительно важная часть истории Америки это довольно жестокая колонизация. Где-то люди собственноручно уничтожали местное население, где-то просто привозили за собой болезни и оно вымирало. В общем история становления США, как и многих других государств, она строится на костях и ее во многом отличает от других государств то, что это было сравнительно недавно. Но вот в случае с Калифорнией это интересно отражается. Вы наверняка привыкли к вот этим вот американским пейзажам. Называется это все дело субурби и вот эти вот красивые одинаковые домики, ими застроены районы, дети играют во дворе и все путешествуют на своих машинах между вот этими рядами замечательных субурбиевых домов. Собственно знаменитые Ильф и Петро в своем произведении «Одноэтажная Америка» имели в виду именно это. И именно таким вот образом, расширением вширь и производилось то самое супербыстрое освоение земель. Потому что понимаете, это не то же самое, что пятиэтажки туда вфигачивать. Но на самом деле это как будто обратная сторона наших бед градостроительства. Потому что у нас впихивают огромную всратую многоэтажку, рядом с которой жизни нет. У них же это всратые субурбии. И в чем же всратость? Так в том, что при такой плотности населения невозможно представить, что появились какие-нибудь магазинчики, кафешки или другие вот атрибуты городской жизни, к которым вы, например, привыкли. В субурбии этого быть не может априори. То же самое относится, например, к школам, относится, например, к магазинам. До всего нужно долго-долго ехать. И действительно, ситуация, что ребенок сам в школу ездит на своей машине, это нормальная ситуация. Собственно, торговые центры вообще как концепция, они зародились именно вот из-за этого. Из-за того, что не может быть там вот слева на улице магазин Zara, справа на улице какой-нибудь спортмастер. Нет, потому что на улице живет полтора человека, не окупится никакой спортмастер. Поэтому им всем приходится сосредотачиваться в одном месте. И поездку в это место семья планирует. И в этот торговый центр съезжаются семьи со всех субурбий в радиусе, там типа 50 километров условно. И знаете, когда я в Америку ехал, я ожидал, что я здесь вот американцев, которых буду встречать, они будут часто ультрапатриотами США, которые про Европу ничего не знают, про остальной мир вообще не слышали. Но США это лучшая страна. Вообще ничего подобного. Вот таких я еще не встречал ни разу. Зато встречаю очень много хейта США от самих американцев. Недавно в ТикТоке я прочитал, что Америка это страна третьего мира в гучере мне. Безусловно, для меня это вообще ржомба. Потому что человек, который это писал, ну явно никогда не был в стране третьего мира. И даже не напрягся, чтобы нормально про них почитать. Но откуда берется такое отношение? А именно из-за того, что очень многие американцы живут, что называется, in the middle of nowhere. То есть посреди ничего. И одно дело, когда ты там хотя бы недалеко от Лос-Анджелеса находишься, и можешь там, ну допустим, за 40 минут доехать, и там будет крутой город, там будет вот всякие индустрии и всякое такое. А представьте, что вы родились вот тут. И мало того, что непосредственно рядом с вами есть только другие одинаковые дома. То есть вы сколько бы ни гуляли, вы можете видеть только дома-дома, а потом опять абсолютно ничего. И даже если вы поедете в какой-то ближайший город, он тоже будет, ну прям совсем не впечатляющий. Потому что основан он был в процессе того самого супербыстрого освоения. Поэтому все постройки там исключительно для того, чтобы в них быстро на тачке приехать и поехать куда-нибудь дальше. То есть опять же улиц с вот этой вот культурой, с этим европейским наполнением, с этой историей, этого всего в огромном количестве мест США нет. И Лос-Анджелес, и Калифорния во многом такая. Ну и даже если мы не будем драматизировать, допустим, чувак живет в получасе езды от Лос-Анджелеса. Но согласитесь, есть большая разница, что вам 15 минут пешком до парка, или вам полчаса на тачке до парка, а потом еще обратно на тачке полчаса. Ну разные все-таки вещи. Но благо в Америке на любой спрос найдется предложение, и уже есть там типа среднеэтажная застройка как раз самая классная, с общественными пространствами. И есть как раз районы, которые уолкабл, да, то есть гулябельные. Но это все совершенно не то, что у вас, например, ассоциируется с Лос-Анджелесом и Калифорнией. И вот квартира в многоэтажке, это точно не то, что вы назовете американской мечтой. И вот как раз, что больше всего в Лос-Анджелесе меня впечатлило, это что со стороны кажется, что их мечта, это вот этот самый чистый американский индивидуализм. Вы выходите из своего частного дома, у вас частная территория. Если кто-то лишний шаг на ваш газон сделает, сразу можно в него стрелять. Понятно, я утрирую, но из частного дома вы садитесь в свою частную машину и на ней едете на свою частную вечеринку. И несмотря на то, что, наверное, вот вся предыдущая часть видоса звучала скорее негативно и критикующе, на меня скорее приятное впечатление произвело то, насколько они умеют от этого кайфовать. Вот я воочию видел, что мы выезжаем с Венес-Бич, и нам навстречу через одну едут спортивные ретро-тачки из 80-х и 90-х в идеальном состоянии, просто выставочном. И в них компании друзей высунули локти из окон и слушают музыку на всю. И представьте, насколько нужно вот просто часть своей жизни отдавать, наверное, четверть жизни, чтобы содержать в идеальном состоянии тачку из 80-х. В Лос-Анджелесе очень много кто этим занимается. И, в принципе, тоже там вот из-за того, что нет этой русской манеры поставить везде сплошной забор 2 метра, видно, что у людей стоит на участках. И частая ситуация, что в семье 3 машины. Две какие-нибудь джипаки здоровенные, естественно, для того, чтобы ездить по делам, детей возить, продукты из магазина брать. И третье какой-нибудь старый ретро-кар, который, опять же, выглядит просто как будто только что с конвейера сошел. И содержатся они исключительно для того, чтобы на них флексить. Вот ехать под пальмами и слушать музо. И после этого тусить на пляже и обратно так же ехать. И скажу, не менее впечатляющим и завораживающим было рассматривать разные частные дома, которые все по-разному построены в некоторых районах Лос-Анджелеса. Вообще, регулярная ситуация в Америке, что никак иначе, кроме как вот такой стандарт, построить нельзя. И вас там вот забыл, как это называется, но, в общем, управа района, состоящая из собственников жилья в этом районе, засудит просто на все деньги вас и ваших потомков на 10 поколений, если вы что-то не так сделаете. Но, видимо, самым богатым можно строить, как они хотят. И смотреть на вот эти проявления индивидуализма и персональных фантазий, скрещенных с огромным количеством денег каждого из этих вот домовладельцев, конечно, дело очень интересное. И забавно видеть, что в итоге представления американцев о прекрасном все-таки не так уж далеко ушли от европейского. И несмотря на то, как они живут, все-таки Европке-то хочется. То, что вы сейчас видите, называется Гроув. У нас бы это назвали, наверное, арт-пространство, лофт-пространство или как-то так. Но, в общем, посреди вот этого сплошного бетонно-дорожного ничего располагается выделенная территория, которая имитирует европейские улицы. Вернее, одну улицу. По ней ездит аккуратный трамвайчик, высажены деревья, гуляют люди, стоят магазины в огромном количестве, естественно. Вот, например, здоровенный Apple Store. И кто не знал, в Калифорнии всегда лето, и поэтому идет искусственный снег. Чтоб все могли почувствовать новогоднюю, вернее, рождественскую атмосферу и купить наконец-то что-нибудь на Рождество. И лучше побольше. И тоже осознавать, что большая часть из этих людей воочию никогда не видели, что на другом конце планеты реально есть города, которые целиком так выглядят. И в них снег реально идет. Вот, это удивительно. Ну и, конечно, тоже, что нельзя не отметить, Калифорния — это вот хипстерский творческий рай. За счет того, что в Лос-Анджелесе сконцентрирована вся киноиндустрия, там также цветет и пахнет всякая разная другая творческая движня. Например, я в какой-то момент захожу в место, которое просто круто задизайнено, чисто из желания поглазеть. И в итоге оказываюсь в одновременно с какой-то суперспешлти-кофейне, ретро-кинотеатре, который крутит старое кино целыми днями, и магазине концептуального шмота. И это все одно двухэтажное заведение, и трудно осознать, какая его часть работает на имидж, а какая реально приносит прибыль. И какую прибыль надо приносить, чтобы содержать два этажа вот такой штукенции. Но кто-то этим явно занимается. И это точно не какая-то мега-корпорация, это частные энтузиасты. И очень сложно себе представить, что такая штука смогла бы выжить в Нью-Йорке просто из-за цен. И несмотря на то, что в Америке вообще нет такой штуки, как типа центр и область, здесь есть uptown, downtown, но в Нью-Йорке есть вот Манхэттен, который сосредоточение всего, и там люди платят миллион долларов за квадратный сантиметр, дюйм земли. А в случае с Лос-Анджелесом, мало того, что центра нет, еще и downtown, который вообще обычно считается как бы главным местом в городе. Здесь это наоборот жесткая клоака, и недавно видел тикток, где чувак рассказывал, что он поселился в downtown Лос-Анджелесе, потому что там как раз город весь, и ему вот после Нью-Йорка было удобней. И он рассказывал, что он однажды не мог выйти из своей квартиры, потому что он открывает дверь, а там все, вот этой вот киношной полицейской с желтой лентой перемотано, стоит куча вооруженных ментов, и такие, чувак, мы прямо сейчас будем выносить дверь твоему соседу. Поэтому ты куда бы ни шел, ты посиди, посиди. Сейчас ты точно никуда не уйдешь. И благодаря такому устройству Элея, и тому, что люди заранее готовы куда угодно на тачке ехать, может выжить вот такая вот удивительная какая-то творческая инициатива. Но вот совершенно неожиданный для меня прикол, сори за сорванный голос, это то, насколько много свободы у местных дизайнеров заведений и зданий, из-за того, что Лос-Анджелес настолько вот царство и королевство частной собственности. Вот дайнер, да, классическая американская едальня, и видно, что он старый. В нем старое все. Старые люстры, старые столы, старые русские иммигранты сидят, вспоминают свою жизнь на родине. Дизайн столов, ну то есть, ну это явно, это глубокая древность. Но при этом же заходите внутрь, и там мерчуга. И мерчуга-то совсем не старая. То есть вот это вот, например, вы могли видеть у Трэшера такой дизайн. Обычно там написано Skate and Destroy. Вот этот вот дизайн тоже очень в духе всяких скейтерских иллюстраций. И вообще вся эта движуха выглядит именно так, как будто она тащится от своей ретровости. И вот еще фишка рядом с этой заведухой. Выложены бетонные сердца. Вот вся любовь, что ждет вас в Америке. Только цемент. Жаль, что я не понимаю разницу между цементом и бетоном, но не суть. Суть в том, что как будто бы я привык к тому, что есть вот ретро-заведение, да, я вот любитель советской эстетики. И вот эта вот советская эстетика, как правило, она либо случайно сохранилась, да, то есть просто что-то долго не обновляли, и она сохранила вот эту вот древнюю вайбовость. А если это что-то хипстерское, то оно уже и заново построено. А здесь заведение как бы естественно состарилось, но при этом вот нынешние руководители, нынешние владельцы и управляющие, они сами тащатся с этой ретровости. И таким образом для кого-то это древняя традиция, а для кого-то это уже прикол из прошлой эпохи. И это, конечно, впечатляет. Дизайны здесь вау. Зацените фишку. Современный джекбокс. Там внутри сидюшник крутится. И здесь полноценные альбомы со всеми песнями. И можно их выбрать и заказать. Есть система кредитов. Минимально это за 50 центов одна песня, но за доллар уже три. Блин. Посмотрите, как это красиво. Оу, еее. Блин, и главное столько всего, что я прям люблю. И при том, вот, например, Black Flag, довольно агрессивная группа. Окей, компьютер, радио хэд. И здесь можно спалить, что система, ну, не совсем ретро. Блин, на самом деле я пытался заказать какую-то песню, которая не слишком ебашит. Все равно ебашит. Подошел чувак сделал джекбокс чуть-чуть потише. Но что хочется сказать, что в Америке как будто реально более толерантны к тяжелому звуку вообще. Здесь вот та музыка, которая в публичных местах играет, периодически может играть прям какой-то хуярилово, и никого это особо не беспокоит. И оно еще и на улице играет. Блядь, класс! Кстати, знаешь, что вот это такое? Что? Это считается одним из первых в истории граффити. Никто не знает автора этого, но во времена Второй мировой вот такие рисунки находили очень много где на фронте. и какой-то чел рисовал везде вот такого вот персонажа. И возможно потом к нему присоединились еще люди, и это стало как бы общей фишкой. Интересно, интересно. Блин, круто. Знаешь, кто это? Кулейт. Я хотела это сказать. Ты пока. Пока. Невероятная история, товарищи. Это магазин ХАВ. И здесь вот кулак вроде бы, а потом заглядываешь, и видно, что здесь оторван средний палец. То есть когда-то это был факт, и видно, что, ну, слеплено так, что прям палец торчал. Но нам только что продавец рассказал, что во время протеста в БЛМ вот в этот магазин ворвались, собственно, протестующие, сперли все, что можно, перевернули эту статую. У нее, соответственно, отвалился палец по итогам этих протестов. И, во-первых, где-то в другом в офисе ХАВ лежит отдельно этот палец. И так как эту работу изготовил художник из Японии, они ждут, пока он вернется однажды, чтобы это дело починить. А, как вы понимаете, протесты были два года назад. Но это еще не весь прикол. Весь прикол заключается в том, что так это получается кулак. А кулак именно и был символом протестов БЛМ в то время. Удивительно. Собственно, киноиндустрия со всеми своими огромадными павильонами отлично умещается здесь ровно по этой же самой причине. Как и, собственно, четырехэтажный музей кино. И это, конечно, совершенно удивительное место. Помимо того, что здесь можно увидеть огромное количество уникальных экспонатов, как полноценно воссозданная комната из крестного отца, в которой произносилась та самая знаменитая фраза про то, что ты приходишь ко мне и просишь меня о чем-то, но делаешь это без уважения. Даже голова коня. Репетиционная, правда, не настоящего коня. Но вот тоже лежит как экспонатик. Кроме этого, различные костюмы, куклы, миниатюры из мультфильмов, диснеевские скетчи, созданные в процессе только планирования самого мультфильма, настоящая голова Терминатора, того самого, который в итоге губернатором Калифорнии стал. Но вот что там нельзя найти, это ничего связанного со Стэнли Кубриком. Меня это, честно говоря, очень удивило в начале. После этого я поспрашивал у других американцев, которые увлекаются кино, так оказалось, что Стэнли Кубрик ненавидел Лос-Анджелес. И его безумно раздражало, что вся киноиндустрия сконцентрирована там, а сам Элэй со всем этим образом жизни он терпеть не мог. В итоге из-за этого он в Лондон уехал, только чтобы в Лос-Анджелесе не находиться. Хотя говорят, что в Нью-Йоркском музее кино все-таки экспонаты есть, надо и туда сходить. Но что хочется сказать про Элэйский? Очень много внимания там уделено инклюзивности. Тому, как несправедливо представляли и вообще брали на работу женщин, например. Как неправильно представляли черное сообщество. Как укореняли в мультфильмах расизм и всякие национальные стереотипы. Возможно, из России это смотрится как очередная левацкая пропаганда. Но в данном случае важно заметить, что это не атакующая кого-то риторика. А это, по сути, анализ самих себя. И насколько на самом деле это зрелый подход к своему прошлому. Что мы можем его проанализировать, понять, к чему это привело, попытаться это изменить и честно рассказывать о том, как было и как мы от этого отошли. И безусловно, что Голливуд обязан очень многим из того, что он умеет сейчас, именно мигрантам, именно тем, кто приехал, привез свои идеи, свое видение и были готовы творить на американской земле и развивать свой стиль именно здесь, а не у себя на родине. Хотя и на деньги, которые им выделяли, но тем не менее. Вот, кстати, на этом глобусе отмечены серебряными точками страны, специалисты из которых участвовали в создании фильма Касабланка. И да, Россия там тоже есть. Так и сама Калифорния во многом на том же стоит. И вся эта инновационность, все эти новые технологии, которые появляются, да что и истории из Силиконовой долины тоже, все это очень во многом основано на том, что Америка и Калифорния, в частности, открывает свои двери для разных творческих, технических, инженерных и всяких других умов. И тут уже, получается, сказал А, говори и Б, потому что, когда ты принимаешь людей из других стран и культур, а после этого в своих же произведениях выкатываешь какие-то самые всратые расовые стереотипы, которые только есть, это выглядит, ну, как-то так себе. И несмотря на то, что повесточка в Америке периодически принимает очень уродливые формы и приводит к каким-то очень кринжово-всратым последствиям, все-таки глобально население, что Америки, что и вследствие всего остального мира, который потребляет этот контент, думаю, все же скорее выигрывает от этого. Поспорьте со мной в комментах. И вот самая подлянка заключается в том, что после вот всех моих вот этих вот получасовых саркастичных лекций, после вот всей моей любви к городам, градоустройству, тому, как мне интересно, вот когда хороший общественный транспорт мне нравится, что вот когда улица классно организована, когда велодорожка есть, вот мне все это нравится, мне все это важно, мне все это нужно, я все это капец как люблю в Нью-Йорке, но блин, я понимаю, в чем кайф Лос-Анджелеса. Все-таки, когда я смотрю на всех этих людей, мне тоже хочется в свою тачку и тоже со своей музыкой ехать под пальмами. И понимаете, Америка была основана людьми, которые вот в своих странах разочаровались, от них устали, эти государства все терпеть не могли, от них всеми силами сепарировались, и мне кажется, вот эта утрированная какая-то сепарированность и отделенность друг от друга, которые сейчас в Лос-Анджелесе есть, это отголосок того самого, и остался он сейчас, потому что это имеет смысл до сих пор, и возможно, с каждым годом только больше, потому что в какой-то момент Настинам подругам приспичило найти дом Адель, потому что тоже Америка, да, все-все про всех знают, вы можете загуглить, где кто живет, там вот даже узнать, где живет Барак Обама, и собственно решили доехать до дома Адель, и оказалось вот что, пока все остальные калифорнийцы живут вот в своих отдельных домиках, да, самые богатые суперзвезды живут в долине между гор, тоже в отдельных домиках, но у них еще и отдельная улица, то есть да, действительно, вы можете узнать, где они живут, но вы доедете до этого района, у вас перестанет ловить сеть, потому что, видимо, там где-то стоят глушилки, рядом будет детская площадка, и тоже мы своими глазами видели, как гуляли чьи-то дети, и с ними стоял кортеж полиции, прям человек шесть вооруженных, и когда мы ехали в обратную сторону, уже не было ни детей, и ни полицейских, то есть явно это были очень важные дети, на которых возложены очень большие надежды, и вот решите вы доехать до Адель, вы будете ехать, ехать, и после этого увидите указатель Hidden Valley, что значит скрытая тропинка, и на эту скрытую тропинку вас может пустить или не пустить ничем не скрытый, а абсолютно натуральный охранник, и я думаю, каждый житель большого города, и даже самый большой любитель урбанизма, все равно вот в какой-то момент заебывается от соседа снизу и сверху, все равно вот хочется взять и выйти на свой небольшой участок, разложить гамачок, и просто лечь под солнцем, и солнце это чтоб весь год блять светило, вот никогда не кончалось, так что товарищи, несмотря на то, что свои эмоции от Лос-Анджелеса я могу описать в первую очередь словосочетанием культурный шок, пообещать вам, что через годик-другой вы не увидите меня как одного из чуваков в Лос-Анджелесе, который рассекает под пальмами на кредитной Тесле, я вам вот совсем не могу пообещать. Чтобы это все дело не пропустить, хочу озвучить вам вот малоизвестный факт, у меня охуенный инстаграм, люди этого не ценят, не понимают в чем кайф этого, а еще у меня охуительный тикток, в котором выходит замечательный шорт-контент, если вы видели мои шортсы на ютубе и вас бесит, что они ускоренные, меня тоже бесит, что они ускоренные, туда можно просто только минуту залить, а вы видите, сколько я блять пизжу, я не могу пиздеть только минуту, поэтому, товарищи, переходите в тикток, там все в нормальной скорости, а еще у меня куча замечательных других социальных сетей по ссылочкам в описании, вам бы туда вот зайти, еще мерч-тек-тесеи накупить и тогда вообще молодцами будете. Спасибо, что досмотрел, ты знаешь, что кнопка подписки, а!